О чем мы будем сегодня разговаривать? Ну, во-первых, я вам расскажу, где я работаю. Что такое медиапроекты Mail.ru с точки зрения как продуктовой, так и с точки зрения технической. Что это такое, с чем мы сталкиваемся, когда боремся за отказоустойчивость наших проектов, что нам угрожает. Это будет практическая часть, я расскажу там некоторые тонкости, расскажу про наши инструменты, а закончу я это выступление некоторым теоретическим блоком, даже с некоторым уклоном в философию. Я очень хочу поговорить про правильные стратегии в случае, если вам как техническому специалисту приходится иметь дело с целым конгломератом проектов. Начнем сначала, а именно с названия доклада. Почему на парк? Вообще в мифологии айтишников, когда речь идет о парке технических проектов разных по содержанию, разных технических решений, используется термин «зоопарк». Ну, в том смысле, что каждый тварь по паре, половина из них смертельно опасная, а половина еще и плохо пахнет. Вот в нашем случае это совершенно не так. Слава Богу, в первую очередь благодаря нашей команде, как технической, так и продуктовой, потому что продакт-менеджеры разделяют нашу заботу о техническом состоянии проектов и зачастую даже тормозят свои задачи, чтобы дать нам возможность вовремя перестроиться. Почему «Лунопарк» к нам подходит больше? Потому что наше разнообразие, оно более упорядоченное и более систематизированное. Вот на этой фотографии «Кони Айленда» мы видим колесо обозрения и несколько каруселей. И там, и там в основе лежит движение по кругу. Только в одном случае оно в вертикальной плоскости, в другом – в горизонтальной. А вот если вам видно там такие зеленые штанги, на которых крутящиеся диски с людьми, я подозреваю, что там вообще есть движение штанг, может быть, круговое, может быть, вверх-вниз, плюс еще крутятся вот эти колеса. То есть получается, что одно движение встроено в другое. Вот у нас примерно точно так же. У нас ряд технологий на некоторых проектах используются чуть-чуть по-другому, на некоторых проектах переиспользуются. Поэтому аллегория «Лунопарка» мне нравится больше. Итак, что такое медиапроекты? Mail.ru. Ну, все знают, что такое Mail.ru, все знают главную страницу, вход в почту. И знают, что там есть новости. Вот эти вот восемь строчек по центру – это на самом деле не просто новости, которые являются, безусловно, нашим флагманским проектом. Но это еще целая плеяда контентных, или, другими словами, информационных проектов для наших пользователей. Это авто, афиша, леди, хай-тек. У нас на самом деле проектов очень много. Как я сказал, они все призваны выполнять информационную функцию. То есть в базе своей они работают с текстовыми материалами. И в этом они похожи. Но на самом деле они очень разные. Они очень разные. И если новости – да, это огромный агрегатор с огромной посещаемостью, то недвижимость и проект Cars – это агрегаторы коммерческих предложений по продаже, соответственно, недвижимости автомобилей. Целый набор проектов редакционных, леди, авто, здоровье, хай-тек, дети, где целые редакции уже без агрегации пишут статьи, материалы, тестируют автомобили, тестируют губную помаду. Мы разрабатываем для них всякие микросервисы типа рецепты, консультации врачей, поиск лекарств. Это отличается просто от агрегации новостей, например. А афиша Mail.ru мало того, что имеет свои новости, это еще на самом деле онлайн кинотеатр-агрегатор с целой рекомендационной системой, рекомендательной. Поэтому, как я сказал, проекты у нас слегка похожие, сильно похожие, но при этом разные. И, собственно, это и есть отправная точка всего моего доклада. Мы будем говорить о жизни, об обеспечении отказа устойчивости набора проектов. Я в данном случае буду использовать термин «конгломерат». Позже объясню, почему. С чем приходится сталкиваться, как с этим можно справиться и какие best practices для себя нашел я. Немного цифр, чтобы было понятно. В день мы имеем примерно 10 миллионов посетителей на всех наших медиапроектах. И это примерно 80 миллионов запросов. Новости, как я уже говорил, это наш флагман, они берут на себя 40 миллионов, то есть 50% запросов, и их читают 70% наших пользователей всего. С другой стороны этой цепочки, если поставить всех в шеренгу по посещаемости, с другой стороны находится «Добро.мейл.ру». Это маленький проект, который на самом деле такой краундфандинг. Мы собираем с пользователей деньги на всякую благотворительность. И это, понятно, не коммерческий проект, это скорее для того, чтобы сделать мир чуть лучше. Поэтому, да, они большие, маленькие, они агрегаторы, они редакционные, они разные. С чем мы сталкиваемся? Сталкиваемся постоянно. Ну, как следует из этого слайда, в первую очередь мы сталкиваемся с высокой посещаемостью. Ну, наверняка мы можем найти примеры проектов, для которых и это не является пределом, но все-таки это довольно серьезная нагрузка. Как мы с этим справляемся? Ну, да как все. Мы пытаемся посчитать данные как можно тише в стороне, а потом отдать их пользователю уже посчитанные. Мы пытаемся закешировать все, что только можно. И в крайнем случае мы прибегаем к увеличению мощностей, потому что так исторически сложилось, мы придерживаемся парадигмы бережливости. Мы в последнюю очередь ставим железо. На самом деле в этом есть, помимо финансового, есть еще один плюс. Мы не можем себе позволить грандиозных ошибок. Если бы у меня был запас прочности в 10 раз, то случайно выкачанный в бой очень жадный скольный запрос с кучей джойнов, я, может быть, даже и не заметил. И потом он бы мне воткнулся ножом в спину. А сейчас у меня такой роскоши нет. Что может быть опаснее высокой посещаемости? Неожиданная высокая посещаемость. И в этом смысле проект новости нам не дает расслабиться никогда. Понятно, что посещение проекта новости напрямую зависит от того, что происходит в мире. И вот перед вами два графика. Слева это выступление Владимира Владимировича в декабре. Вот тут вот сборный по пяти минутам показательный. Но для того, чтобы понять соотношение к неделе назад, вот тут вот 155 тысяч за пять минут пришло в день выступления Путина, а неделю назад в это же время их было 20 тысяч за пять минут. То есть мы по пять минут имели семикратную нагрузку на наш проект. Причем совершенно без предупреждения. Правый график это в ноябре, когда сбили самолет. Но тут четырехкратный рост. Тоже немало. Что из этого следует? Из этого следует, что мы имеем аномальную зону. И на самом деле в голове каждого технического сотрудника нашего подразделения это прямо как постулат. На новостях Mail.ru может быть все. В 10 раз пик. Да пожалуйста. Все что угодно. Это аномалия, которая может вести себя как угодно. Мы имеем дело с не то что неопределенностью, а неопределенной неопределенностью. Мы не знаем точно ни когда это случится, ни в каком объеме. Мы не можем предсказать себе силу удара, которую мы испытаем. Потому что, помимо всего прочего, когда все хорошо и мы имеем стандартную нагрузку, незримо происходят два процесса. С одной стороны изменяется аудитория. В критическом для нас сценарии аудитория растет. То есть растет потенциальный, размер потенциального удара. И с другой стороны запас прочности проекта может снижаться. Потому что мы постоянно что-то разрабатываем, выкатываем в бой какие-то модули. Ну и потихонечку съедаем ресурсы нашей системы. В самом худшем для нас случае эти два процесса начинают сходиться. У нас растет аудитория и уменьшается запас прочности. Ну, таким образом, мы на самом деле живем каждый день в преддверии катастрофы. Не очень приятно, и поэтому мы пытаемся себя всячески обезопасить. Это сродни аллегории противостояния брони и снаряда. Известно, что снаряд выигрывает в этом противостоянии каждый раз, но только один раз. Однажды на испытаниях получается пробить броню новым снарядом. Это вызывает за собой процесс построения новой брони с значительным запасом прочности. И потом долгое время пытается сделать снаряд, который ее новую броню пробьет. И потом снова следующий виток. Вот у нас примерно так же, только мы очень не хотим, чтобы нас пробивало. Поэтому что мы можем сделать? Ну, во-первых, мы можем пытаться предсказать, какой у нас запас прочности. Это получается плохо, могу сказать сразу. Потому что либо нам придется повторять все копейка в копейку. То есть делать такой же кластер из 10 серверов, моделировать точно такую же нагрузку, еще как-то ее мультиплицируя. Это очень дорого и практически нереально. Либо нам приходится включать предположения. То есть мы говорим, что ну да, это не 10 серверов, а 2 сервера, и нагрузка у нас не такая, а вот такая. Но, наверное, это коррелирует. Вот когда мы вводим эти мультипликаторы, мы вероятности, мы все дальше отходим от реальности. То есть вероятность того, что результат этого теста будет коррелировать с реальностью, снижается. Поэтому такое мы делаем, но редко. Главное лекарство – это паранойя. Мы очень болезненно реагируем на любое штатное системное такое постоянное изменение в нагрузке. То есть если мы видим, что стандартная у нас загрузка, допустим, 30%, там, да, по ЦПУ, например, и вот уже несколько дней я имею 35%. На обыкновенном проекте я бы даже не подумал с этим разбираться. На новостях мы будем разбираться, искать, что мы запустили, какой именно функционал дает этот прирост. Потому что мало того, что мы уже съели ресурсы чуть-чуть, мы не знаем, как он поведет себя под нагрузкой. Хорошо, если он даст рост линейный. А если не линейный, то нам лучше об этом знать заранее. У резких пиковых скачков есть маленький брат. Я назвал это эффектом саранчи. Это когда какой-нибудь SEO-бот, оказывается, у SEO-шников сейчас принято качать чужой контент, размещать где-то у черных SEO-шников. У нас иногда пытается выкачать весь сайт, иногда начинает фудить на форумах, иногда пытается через параметрические запросы собрать нашу базу для того, чтобы у себя там где-то еще какой-то мердж этого сделать. Это как вот тот самый мизокардия, по-моему, называется, тонкий стилет, который проникал между латами, между пластинами брони рыцарей. Это, с одной стороны, ну, несколько сотен запросов в секунду, которые длится недолго, но они, как правило, попадают мимо кыша и доставляют нам некоторые неприятности. Поэтому мы научились с этим бороться. Этот механизм называется rate limit, о нем я расскажу чуть позже. Вот, и на самом деле на этом слайде я закончил рассказ об потенциальных угрозах, относящихся к внешнему миру. Есть еще два вида угроз, ну, как я для себя их представляю, связанных с архитектурой системы, и третья. Расскажу чуть позже. Да. Что связано с архитектурой? Дело в том, что проекты у нас похожие, и поэтому, как я уже говорил, и поэтому некоторые вещи мы все-таки делаем одними для всех, унифицированными. И, ну, например, у нас есть отдельный сервис опросов. Вот, мы решили делать это именно сервисами. Есть еще вариант делать общее решение модулями, мы обсудим это на следующем слайде. Мы это делаем сервисами, и мы натыкаемся на стандартную проблему, также известную как единая точка отказа. Это если у нас, допустим, тот же сервис опросов вдруг падает, то все проекты, которые ходили к нему за опросами, становятся в очередь, у них кончаются воркеры, начинается свалка, и все потихонечку падает, вот имея верное отключение. Ну, естественно, мы придумали, как с этим бороться, мы написали маленький модулек. На самом деле, мне вот буквально позавчера друг рассказал, что когда он работал в хостинге, это была стандартная проблема. Когда падал сайт ЦБРФ, у них начинался шквал звонков, потому что все небольшие сайты коммерческих фирм, которые у них хостились, они тоже складывались из-за того, что использовали информер курса доллара с сайта ЦБ. То есть, в принципе, это проблема глобальная. Мы научились с ней бороться довольно просто и эффективно. Как обещал, пару слов про модуль. Альтернативное решение сервису, когда мы хотим сделать единый функционал, это модуль. Он намного проще с точки зрения архитектуры. Мы просто встраиваем в проект еще один кусок программного кода, используем его прямо из программного кода, то есть это просто и понятно. Минус заключается в том, что нам придется следить. Проектов-то у нас много, мы отталкиваемся от этого. Нам придется следить за тем, чтобы на каждом проекте мы имели одну и ту же версию кода, чтобы разработчики там ничего не улучшали по просьбе менеджеров. Ну и это отдельная проблема. Плюс, если этот модуль еще имеет отношение к всему процессу проекта, например, там нужна админка, то в случае модульного решения нам нужно таскать с ним еще кусок админки, который мы будем встраивать в общий интерфейс на проекте. А с сервисом такого нет. Сервис, да, создает дополнительные зависимости, с которыми мы научились бороться, их нейтрализовать, отрицательный эффект. Но при этом это такая служба одного окна, позволяющая делать улучшения сразу для всех и позволяющая контролировать код. Поэтому это такой холивар, но мы решили, что нам больше нравятся сервисы. Ну и третий, выделяемый мной вид области, с которой приходят неприятности, это руки. Все знают, что лучший способ занести баг в код – это поправить другой баг. В нашем случае это имеет мультипокалиционный эффект в случае, когда нам нужны глобальные изменения сразу на всех проектах. Я называл это ковровыми изменениями. Например, когда мы нашли баг в какой-то коровой части, которая есть на всех проектах. Или когда нам нужно всем быстро перейти на HTTPS, потому что Google скоро перестанет реагировать на сайты с HTTP. Вот эту ситуацию очень полезно в голове выделять в отдельный кейс. Потому что когда случается ковровое изменение кода на всех проектах, нужно вывешивать красный флаг, включать алярм-алярм, включать паранойю в области тестирования и понимать, что все время, пока мы вносим эти изменения, плюс еще пару недель, мы находимся в зоне турбулентности. Почему? Потому что команды на проектах работают под давлением. Потому что их всех, ну не может быть такого, чтобы всем было нечего делать. Каждая команда занималась своим делом, решала продуктовую задачу. И когда к нам приходит вот такое вот срочное изменение, они все бросают, начинают его делать, за ними ходят проекты, грустно смотрят им в глаза. В общем, это давление и это потенциальные ошибки. Поэтому вот такую ситуацию, ее нужно прямо отдельно артикулировать. Еще отдельно я хочу поговорить про самый ненавистный мной тип ошибки, который я тоже считаю необходимым артикулировать и держать в голове отдельным примером. Очень хорошо, когда все ломается сразу после запуска. Это хороший вариант. Мы покраснели, откатились, отдали часть денег в бухгалтерию, даже может быть, но мы все починили. А вот когда оно сломается через неделю после выкатки кода, это намного хуже. Это абсолютно непредсказуемая ситуация. По закону подлости это случается в самый ненужный момент. Поэтому такие ошибки – это прямо большая боль. И у меня нет рецепта, как с ними бороться. Но, повторюсь, я считаю необходимым артикулировать отдельно, выводить это в отдельный кейс. Каждый раз, когда вы с этим сталкиваетесь на проекте, это нужно заносить вплоть в историю проекта, регистрировать. И желательно разобраться, откуда это взялось, полностью понять механику. Возможно, вот этот накопленный опыт поможет вам в следующий раз не попасть в эту лодовую ловушку. Это на самом деле большая проблема. Вот примерно эти вещи нам мешают жить спокойно или, с другой стороны, дают работу в том числе. Мы с этими вызовами, как сейчас принято говорить, справляемся. Как мы это делаем? Ну, сейчас мы продвинулись. Сейчас у нас есть такая роскошь, как стендовое тестирование, которое сделано на Дженкинсе. Мы там даже раз в сутки обновляем актуальные базы, чтобы создать среду, приближенную к боевой. В общем, сейчас у нас все хорошо, мы к этому шли долго. И стендовое тестирование здесь хоть и написано первым, но на самом деле это уже один из зрелых этапов. У нас довольно систематизировано системное администрирование и эксплуатация. Как я говорил, мы много что кэшируем, про кэширование поговорим отдельно. Еще мы стараемся там, где это возможно, использовать одни и те же показавшие себя хорошо технические решения. Ну и у нас, как я уже говорил, есть некоторое количество инструментов, о которых я расскажу. Про инфраструктуру. Тут важно понимать следующее. Есть хаос, он в первую очередь находится на рынке. Бизнес-требования, конкуренция, которые сильно влияют на требования к продукту. Эта область сильно подвергнута изменениям. Это, в свою очередь, влияет на техническую реализацию проекта. Эта область тоже сильно подвергнута изменениям. А вот на вопросы того, на каких серверах это стоит, как это все организовано, на каких площадках, хаос распространяется меньше. В этом смысле инфраструктура – это тихая гавань. И это хорошая новость, потому что это означает, что мы можем вкладывать довольно большие ресурсы в унификацию и систематизацию подходов в этой области. Без опасности, что завтра это все превратится в тыкву, и нам придется все переделывать. Ну, то есть, вероятность такая мала. Она, конечно, есть, но ей зачастую можно пренебречь. Именно поэтому наши системные администраторы вкладываются и вкладывались в систематизацию и унификацию. Папет мы используем для того, чтобы синхронизировать конфигурацию. Мы сейчас новую машину поднимаем, там на раз туда заливаются какие-то конфиги. Тут же все очень хорошо, админы счастливы. А когда мы выкатываемся в бой, мы делаем это RPM пакетами. Это тоже такая маленькая сказка, потому что там все зависимости, вся версионность. Мы выкатываем не только код, но тут же все необходимые модули. А главное, что при необходимости мы это точно так же легко откатываем. На старой версии модулей, на все. То есть, это такая выкатка состояния. Это очень удобно. Вот из последних фич админы пришли в последний момент, сказали, напиши. Хаб-рокси мы используем для автоматического переключения между мастером и слейвом баз данных, в случае, если вдруг мастер превратился в тыкву. Там есть еще куча всяких улучшений, но вот это область, в которой можно развиваться и нужно развиваться. Потому что вложения в эту область, они как бы окупаются, они долгосрочные и слабо подвержены изменениям. Отдельно про кэширование, которое нам зачастую заменяет кластеризацию. Хорошая новость. Ну, если это совместит с СССР, кэшировать не страницу целиком, а кэшировать ее некоторыми зонами. Ну, потому что есть блоки, которые мы не можем кэшировать. Например, результаты выдачи поисковой или там профиль пользователя. То в связке с СССР это очень хорошо работает, это экономно, это надежно, когда не падает. Ну, в общем, отличная штука и довольно просто. Есть несколько нюансов, о которых я прямо очень хочу рассказать. Во-первых, вот, например, на проекте новости. Если мы будем держать кэш на каждом фронтенде, то мы можем столкнуться с проблемой синхронизации. Ну, допустим, страница с списком политических новостей на одной машине закэширована в 11.01, а на другой в 11.02. Теоретически там могут быть разные списки новостей. Это значит, что нажимая рефреш в браузере, на одном и том же руле вы можете получать разную картину. Это… вот этот дуализм, а это плохо. Альтернатива, она плохая. Либо вам нужно делать бутылочное горлышко, то есть хранить весь кэш на одной машине, либо строить довольно дорогую громоздкую систему частичного сброса кэша по факту какого-то изменения. Допустим, опубликована новость в политику, и мы некоторой системой сбрасываем кэш на страницах, которые относятся к политике, на которых есть листинг политических новостей. Это дорого, неприятно, и, как вы понимаете, тоже может ломаться. Еще более страшная история – это холодный старт. Он обычно очень горячий. Однажды у нас на площадке была проблема, упал сервер с базой, база сразу не поднялась. У нас протух кэш. Мы запустили проект, и он тут же лег, потому что все запросы улетели в базу. База начала долго думать. Он упал. Мы его подняли, он снова упал. Так три раза. Потом мы в итоге фаерволами запускали пользователей небольшими группками, чтобы они этот кэш прогревали. Это, да, я до сих пор вспоминаю это с ужасом. Есть возможность это обойти. Например, если у вас есть какие-то тяжелые вычисления на бэке, их можно вынести вообще в отдельные бэкэнды и как-то делить между ними нагрузку. Ну, в общем, с этим можно бороться. И однажды, совсем недавно, слава богу, в тестовой среде, мы приходили на Nginx 1.8. Кэш, бывает, исчезает. Просто так. Вдруг начинает работать заголовок, который раньше не работал, или меняется заголовки в бинарниках, например. Ну, в общем, бывает тоже смешно. Поэтому про это нужно помнить, но кэширование для меня все равно пока это еще одна из серебряных пуль. Ну, теперь инструменты. Маленький модуль НОСИ, который использует шареную память, грейлист, он всего-навсего считает количество некоторых событий, как правило, это отказы той или иной системы, тайм-ауты, за определенное количество времени. Допустим, за 10 секунд. И если этот счетчик переваливает за некоторый порог, допустим, 10 тайм-аутов в 10 секунд, он вывешивает флаг, пляж закрыт, и какое-то время его держит. Соответственно, все проекты видят, что пляж закрыт и не обращаются в этот сервис, ждут. Рейт-лимит – это, несмотря на то, что он борется всего-навсего с автоботами, более громоздкая система, там целый сервис на тарантуле. Мы пытаемся всячески идентифицировать сущность, делающую запросы, по эпичнику, по куки, там еще как-то, посчитать, сколько запросов оно делает в единицу времени, если это выходит за допустимые рамки, подсунуть ему капчу, ну и всячески, короче, снизить вот эту вот проникающую способность обращения, проникающую способность вот этого вот скачивания. Дополнительным плюсом является то, что мы еще нашим SEO-шникам сгружаем для аналитики все эти IP-шники, с которых такая активность происходит, они дальше что-то с этим делают, не зная что, но говорят, что это очень здорово, им это очень нравится. Ну и такой олдовый инструмент, мы его писали, когда на рынке еще нормального решения не было, это сервис, это мониторинг приложений, то есть каждый бэкэнд, когда выполняет каждый запрос, отправляет UDP-пакет в наш мониторинг с базовыми характеристиками, типа сколько он потратил на базу, сколько он потратил на рендеринг шаблона. Таким образом мы видим не только общую нагрузку, среднее время выполнения запроса на сервере, но можем разобраться с любым запросом конкретно. То есть мы можем взять пик, посмотреть, какой конкретный запрос привел к обращению в базу на 10 секунд, и с этим разобраться. Больше об этом говорить на самом деле нечего. Это про то, с какими проблемами я борюсь, и мы боремся, и каким образом. Но на самом деле эти проблемы являются всего-навсего следствием. Я вот сейчас перехожу к теоретической части. Это всего-навсего следствия. Мои настоящие враги – это хаос, разнообразие и небесконечность ресурсов. У меня много проектов, много мест, где может что-то сломаться, много вариантов, как оно может сломаться. Это разнообразие потенциально опасно. У меня хаос в виде, как я уже говорил, изменения продуктовых требований, постоянного внесения изменений. И главное, что я не могу с этим бороться постоянно и на какой-то вот огромным ресурсам. У меня нет разработчиков, которые только спасают мир, которые только, не знаю, улучшают наш базовый инструментарий. А главное, что даже если мы нашли какой-нибудь best practices, мы не можем его внедрить на раз на всех проектах, опять же, потому что, опять же, снять всех разработчиков с проектов и бросить на что-то, но это должна быть дыра ниже ватерлинии, причем размером с паровоз. Несколько лет назад я думал, что я знаю, что с этим делать. Нужно все объединить, перевести на одну платформу, свести к одним и тем же методам, таким образом уменьшить количество точек отказа, уменьшить количество типовых ошибок, ну, возможных ошибок, оставшиеся покрыть тестами, чек-листами, инструкциями. В общем, все свести, синстематизировать, сделать единый кластер и почивать на лаврах. Вот, кстати, вот этот кластер, в моем понимании, выглядит вот так вот. Выясняется, что у единообразия в нашем мире есть, простите, некоторый предел. Вообще, единообразие и упорядоченность для мира – это не стандартный вариант, это не норма. Это результат деятельности человека. Как мы знаем, все, что делает человек, не очень долговечно. По факту, стандартное состояние мира – это разнообразие. И здесь есть большая опасность. Потратив огромное количество времени на систематизацию и приведение все к единому знаменателю, нет никакой гарантии, что это прослужит долго. Вот мальчик на картинке справа, как вы понимаете, в такой конфигурации просидит полторы секунды, даже под дулом автомата. А через три секунды все превратится в картинку слева. Слава богу, я считаю это очень хорошей новостью. Выяснилось, что зачастую тратить огромное количество времени на обобщение решений опасно, потому что какой-нибудь новопришедший бизнес-требование продуктовое может изменить исходные данные. И то, что мы пытались обобщить, когда мы пытались для всех проектов выработать одно решение, оно окажется уже нерабочим. И получится, что мы потратили огромное количество средств ни на что. И наша упорядоченность, наше единообразие развалилось, оставив нас с точно таким же новым, уже новым разнообразием. Как жить и работать в этих условиях? Я вывел для себя две пиковые, две крайние точки. Кластер, я не буду читать определения, но с одной стороны стоит упорядоченный кластер, когда все сведено к одному решению и просто покоится на огромное количество серверов. С другой стороны стоит конгломерат, объединение совершенно разных проектов. Решение, как всегда, посередине. Конгломерат мне сейчас нравится больше, хотя бы потому, что кластер требует довольно большого количества усилий, только для того, чтобы он продолжал оставаться кластером. То есть он дорог в обслуживании. В конфигурации конгломерата можно эти ресурсы тратить на развитие этого конгломерата, в том числе продуктовые. Но есть несколько моментов, которые в конгломерате особенно болезненны. И главный из них – это внесение общих изменений. Ну, например, мы решили однажды отказаться от Апача совсем и перейти на ЮИЖАИ. Десять проектов. Как это сделать? Все все бросили, начали делать ЮИЖАИ, но нет, мы не можем. Название следующего слайда, оно, конечно, такое, может быть, чересчур вызывающее, но по-другому мы не придумали, простите. Мы это внедряем таким полуэпидемическим, полуэволюционным путем. Я, наверное, забыл сказать, у меня на каждом проекте работает отдельная команда, небольшая, но отдельная. Поэтому, когда мы находим решение, которое мы, может быть, хотим как минимум проверить, я пытаюсь среди этих команд найти тех, кому это наиболее интересно, и выбить им время на эту задачу. Они с ней справляются, как правило, хорошо, потому что они замотивированы. И если оно действительно того стоит, то они этим пользуются и рассказывают всем, как же им хорошо. Остальные начинают слегка завидовать, и тут мне нужно только их слегка подталкивать. Опять же, договариваться про ресурсы, в общем, чуть-чуть способствовать этому действию. Второй, третий, четвертый проект переходят на это. Когда поражение, простите, пользой достигает 50% и более, остальным командам становится чуть-чуть стыдно. Они уже чувствуют себя отстающими. Им надо как-то догонять, что это там у всех все хорошо, а мы тут сапачом возимся. И опять же, мне остается только договориться с менеджерами, чтобы им дали возможность это сделать. Если же это не распространяется на 100% это изменение, то возможно, что оно и не надо. Вполне возможно. Вы, конечно, можете собрать ресурсы в кулак и преодолеть это сопротивление, но, скорее всего, оно не взлетит. Подводя итоги. С жизнеспособным решением я вижу решения, основанные на следующих постулатах. Всегда вкладываем усилия, ресурсы в унификацию областей, слабо подверженных хаосу. В областях, подверженных хаосу значительно, мы унификацию делаем и систематизацию только в случае, если это недорого или если оно само к тому идет. Ну, как-то вот так вот складывается, что два проекта выходят, проделывают практически одно и то же. То есть наша задача минимальными усилиями, такими тонкими, так сказать, действиями просто способствовать этому. Это в некотором смысле эволюция. А экспериментальная эпидемическая модель полезна, предлагаю ее использовать. Ни в коем случае избегать.